Дальше мы с того, что в единый день голосования в Рязанской области, напомню, проходили выборы депутатов Рязанской областной думы, куда избираются 36 депутатов и 31 кампания по выборам в органы местного самоуправления. Здесь замещается 119 мандатов. Выборы депутатов Рязанской областной думы организуют избирательные комиссии Рязанской области, 32 территориальных избирательных комиссии, на 14 из которых возложено полномочия окруженных избирательных комиссий и 1025 участковых избирательных комиссий. Всего в избирательных комиссиях, которые организовали выборы на территории Рязанской области, задействовано более 8 тысяч человек. На избирательных участках, кроме членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, присутствовало 1537 членов комиссии с правом совещательного голоса. Это партии «Единая Россия», «КПРФ» и «Справедливая Россия». В основном это были их члены комиссии. 2403 наблюдателя. Это в основном от парламентских партий и 50 наблюдателей было еще от партии «Коммунисты России». 95 представителей СМИ присутствовало на выборах депутатов Рязанской областной думы. Из них 7 федеральных СМИ, 6 региональных и 22 районных. Поскольку на выборах депутатов Рязанской областной думы теперь применяется вместо открепительного удостоверения досрочное голосование, назову вам цифру по досрочному голосованию. Она составила 2,02% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. А если брать избирателей, которые пришли на избирательные участки и проколосовали, то эта цифра составила 5,39%. То есть, понимаете, да, это никакое не повышение, просто это разные точки отсчета от общего числа избирателей и от пришедших на избирательные участки. На самом деле, в абсолютном величине эта цифра, естественно, не изменилась. Явка избирателей по округу составила 37,42% от принявших участие в выборах. Самая высокая явка. Восьмой округ. Это где я буду называть округ и называть, кто исполнял обязанности окружной избирательной комиссии. Где-то территориальная комиссия города Сасова. Значит, 58,51%. Девятый округ. Шилова. Ой, извините, 55,28%. Второй округ. Скопин. 52,44%. Так, сейчас, секундочку. Простите, не Скопин, это Скопинский район исполнял обязанности. Самую низкую явку показали, значит, у нас по округам. Двенадцатый округ. Железнодорожный район. 21,97%. Шестнадцатый округ. Октябрьский район. 23,9%. Московский округ. 24,51%. Итак, о выборах депутатов Рязанской областной думы. Пятипроцентный барьер преодолели. Единая Россия с результатом 62,73%. КПРФ 12,97%. Справедливая Россия 8,6%. ЛДПР 8,21%. Результаты партии, не преодолевших пятипроцентный барьер. В порядке убывания. Коммунисты России 1,96%. Экологическая партия «Зеленая» 1,13%. Яблоко 1,07%. Патриоты России 1,02%. Оглашу вам предварительное распределение. Да, все итоги у нас предварительные. Я каждый раз об этом говорю. Думаю, не нужно напоминать. Но еще раз говорю, что все итоги, которые я сейчас огласила, они предварительные. И оглашу вам предварительное распределение мандатов по единому избирательному округу. ЛДПР и «Справедливая Россия» достается по одному мандату. КПРФ 2 мандата. Единая Россия 14 мандатов. Теперь о результатах по одномандатным избирательным округам. Во всех 18 одномандатных избирательных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Абсолютным лидером по округам является Монакина Татьяна Ивановна, округ номер 9. Она набрала 80,25% голосов избирателей. Напомню, что и на прошлых выборах в Рязанской областной думе 2010 года она тоже была лидером. Тогда у нее был процент 76, если не ошибаюсь. Она еще и повысила свое абсолютное лидерство. Ее ближайший конкурент Герасимов Игорь Александрович набрал 7,39%. Для сравнения, как бы, да? Достаточно высокие показатели, вернее, даже не достаточно, а высокие показатели у следующих кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам. Это Гордеев Никита Алексеевич, округ номер 10, 76,46%. Алабин Петр Константинович, 75,38%, это округ номер 2. Трубицин Игорь Владимирович, округ номер 17, 75,16%. Ну, вот это вообще результат очень высокий, учитывая, что округ 17, это город Рязань, там у всех кандидатов, победивших, ну, поменьше, значит, процентное соотношение. И вот в 17-м округе Трубицин имеет результат, собственно, как и в районах, где традиционно процент выше. Значит, наименьший разрыв между соперниками у нас в округе номер 11. Значит, так, секундочку, да, значит, Мурок Игорь Александрович набрал, Единая Россия, набрал 41,96%, Комарова, Кладия Филипповна, Справедливая Россия, 33,15%. Разница в голосах численная, 1083 голоса. Здесь было даже по первому протоколу, значит, лидировало, ну, когда еще было совсем небольшое количество протоколов обработано, лидировало Комарова, значит, потом вот позиция поменялась, поэтому я здесь подробно останавливаюсь и называю вам разницу в голосах. Ну, вот не такая, 1083, но, может быть, не такая впечатляющая разница, я просто назову три округа. Вот в 15-м округе здесь отчалов, значит, и рязанцев, у них разница не будет уж в процентах, но здесь разница в 2126 голосов. И 13-й округ, пожалуй, еще назову, поскольку здесь у нас Жукаев Александрович, Единая Россия, 44,7%, здесь баллотировался Радгезер Александр Александрович, у него 27,6%. Разница в голосах составила 2254. Ну, большая, да, но вот это я выбрала две самые нынешние. То есть вот такого уж там прям в несколько голосов, такого у нас округа нет. Да, вот где у нас, значит, Комарова, это вот самое, самое маленькое. Таким образом, по предварительным данным, ЛДПР и Справедливая Россия будут представлены в Рязанской областной думе одним депутатом, каждая партия из них, КПРФ двумя депутатами, Единая Россия тридцатью двумя депутатами. Это 14 по единому округу и 18 по одномандатным избирательным округу. Сумма 32. Продолжение следует...